Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я переехал из семьи из квартиры в частный дом в другом городе. У нас ремонт, живем в одной комнате, в другой сфер кровь, дом пока без отопления и горячей воды. Обязанностей по сравнению с городской квартирой стало в разы больше, плюс помощь в ремонте личного пространства не стало. Личного времени почти тоже на фоне этой кутербе я пошла учиться в вождении, потому как до города на общественном транспорте бывает добираясь еще два часа, а на машине в разы меньше. Тут и возник жизненный прикол. Меня люди с виду распознают, как женщина сильная, уверенная и знающая, чего она хочет. Так-то оно так, но стрессоустойчивость на деле не так много, как хотелось бы. В бытовых ситуациях я достаточно спокойно решал вопросы. Страх строя отношения с близкими, особенно стресса и напряжение умею сбрасывать, не портя жизнь другим. Но за рулем у меня все, что не успела пережить, просто всплывает и электролирует меня. Я в напряжении, вступлю, не могу остановиться. Если в один день я катаю урок и все гладко, то перед следующим занятием накануне может вынести мост в начальник или ребенок заболел, или все вместе, и если я не успел все это переварить, то инструктор по вождению меня уже не узнает. Еще раз и точню, я не истеричка и я люблю водить машину. В моей жизни было много экзаменов и соревнований, но проверяющий за рулем стал для меня чем-то наиболее особенно сложным, и я не знаю, как эти нервы выключить. Ну, я бы сказал, что здесь самый лучший способ и самое лучшее решение, это, конечно, пойти на психотерапию, потому что это позволит вам как-то разобраться в себе, разобраться в своей жизни, и вообще как-то немножечко так, ну, для себя решить какие-то моменты, вот, которые сейчас, например, вас беспокоят и так далее. Вот, потому что, ну, совершенно очевидно, что переживаете вы не лучше сейчас время, и в целом, как мне показалось, довольно много на себя наваливает. Ну, а честно, потому что выбора нет, это понятно, а честно, потому что требуется от себя быть сильной и быть сильнее, чем вы есть, на самом деле. Также мне показалось, что вы больше хотите казаться сильной уверенностью для женщины, нежели вы есть. На самом деле, вот, косвенно на это указывает то, что вы довольно много значения, довольно много внимания уделяете тому, узнают вас или нет. То есть вам вот хочется, чтобы вас сразу знали, да, как будто бы, вот, ну, не знаю, защиту, как будто бы вы как будто бы выстраиваете и так далее. То есть это вот мне показалось довольно-таки важным моментом, на который хотелось бы обратить ваше внимание. Что касается ситуации глобально, то здесь я бы, пожалуй, предположил, что вас больше всего тревожит, тревожит и так далее, чувство беспомощности, когда вы истакиваетесь с невозможностью что-либо контролировать. Да, то есть находясь в статусе, в состоянии переживания чего-то, например, вот, ну, какой-то ситуации, допустим, вот, из тех, что вы перечислили, вот, и нуждаясь в, допустим, в усилиях, каких-то, чтобы, например, ну, пройти урок, вот, вы сталкиваетесь с тем, что вы не отправляетесь, вы сталкиваетесь с тем, что вы не можете, соответственно, вы здесь сталкиваетесь с беспомощностью, беспомощность, это беспомощность вызывает у вас нервы. Что здесь нужно сказать? Ну, во-первых, то, что нервы никакие выключать не надо. Вот. На мой взгляд, по крайней мере, да, нервы никакие выключать не надо. Вал. Достаточно просто, на мой взгляд, проживать эти чувства, вот, ну, на мой взгляд, повторюсь, на мой взгляд, достаточно проживать эти чувства, вот, и не запрещать себе их, не запрещать себе эти самые чувства, вот. По крайней мере, на мой взгляд, это, это так. Работает. На мой взгляд, это так вот происходит. Конечно, потребуется привыкать, вот, какие-то вещи, связанные с вами, ну, с собой. И в этом, как раз таки, поможет психолог. Вот. Смотрите. Вы пишите, я переехала с семьей из квартиры в частный дом в другом городе. Да, вот, очень важно, субъективное ваше отношение к этому. Сами приехали, или есть, точнее, что заставляют вас. У нас ремонт, и живем в одной комнате, в другой свекровь. Ну, то есть, это, как бы, получается ухудшение условий. Но пока без отопления, горячей воды и обязанностей, по сравнению с городской квартирой, стало в разы больше, плюс помощь в ремонте. Ну, опять же. Момент какой? Момент здесь заключается в том, да, насколько все это вы делаете свободно. То есть, момент здесь заключается в том, насколько вы все, ну, насколько вы к этому лояльно относитесь. Устраивает вас это или нет? Нравится вам это или нет? Хотите вы этого или нет? Это, пожалуй, что такая, на мой взгляд, прям таки принципиальная история. Потому что, если вы недовольны, если вы, ну, как-то считаете, что должно быть по-другому. Ну, вот, например, если вы считаете, что не должны, например, всего этого делать, допустим. А, вот, то само собой будет накапливаться недовольство, да, будет накапливаться агрессия, будет накапливаться злость. Ну, я думаю, что не лишним, а излишним, точнее, излишним говорить, что абсолютно это нормально. Ну, вот, чувствовать, например, то, что вы чувствуете, да, и так далее. Поэтому тут, конечно, вопрос такой. Дальше, личного пространства не стало, личного времени тоже. Ну, а о чем это говорит? Это говорит о том, что вы себя теряете. Это говорит о том, что, в общем-то, нам становится сложнее и тяжелее. Нам становится болезненнее. Ну, по сути дела. Ну, может быть, благодаря своей воле вы можете как-то это воздействие скрывать, да, можете его как-то минимизировать. Но, все равно, личное пространство и личное время человеку нужно. Вот. Хотим мы этого или нет? Ну, по крайней мере, сейчас. Вот. На данный момент. То есть, на данный момент, человек, он нуждается в этом, ему необходимо это. И если у него этого нет, то, в общем, в целом, такому человеку, ну, я бы сказал, довольно некомфортно и довольно тяжело жить и чувствовать себя. Хорошо. Чувствовать себя комфортно. Чувствовать себя, ну, приятно. Вот. Вот. У меня здесь возникает вопрос, да, вот, не слишком ли вы много от себя требуете, это первое. И не избегаете ли вы в эту, вот, ну, в это обучение воздействие. Вот. Потому что, если вы убегаете, если вы убегаете, на самом деле, в обучение, да, то, от обучения вы, ну, соответственно, от обучения вы ждете чего-то. А, к сожалению, явно нет того, что это обучение вам дает. Вы это обучение хотите какого-то расслабления, потому что вы, ну, как бы отдыхаете, например, через него, ну, пытаетесь, по крайней мере, отдохнуть. Вот. Если у вас это не получается сделать, например, по разным причинам, вот, то, естественно, вы будете чувствовать, ну, опять же, неболонство, раздражение, и все это может выглядеть, ну, довольно-таки не типичным для вас. То есть, иными словами, вы просто не будете понимать, почему так, вот. А, почему так, и почему, вот, я, ну, реагирую, вот, на это, да, вот, ну, таким, таким образом, вот. А, хотя, какого-то, вот, ну, секрета, да, здесь нет, и, ну, и быть не может, ну, пожалуй. А, вот. Дальше. А, значит, так. На фоне этой кутерьмой постановится вождению, потому как до города в общественном транспорте бывает добиралось еще два часа, на машине в разы меньше. Вот. Ну, обратите внимание, что вы называете этой кутерьмой. Это явно негативные отношения. Вот. Есть ли у вас возможность выразить свое отношение, свои чувства по поводу этой кутерьмой к кому-то? А, значит, меня люди с виду распознают как сильную женщину, уверенную в себе, знающую, чего она хочет. Ну, смотрите, как будто бы здесь для вас это очень важно, чтобы люди вас воспоминали именно такой. Вот. Соответственно, возникает вопрос, что будет, если люди вас такой не видят? Вот. И что произойдет, если люди вас такой не видят? А, чувствуете ли вы себя уязвимы? В, допустим, ну, такие моменты. Когда люди вас не видят? Такой. А, чувствуете ли вы себя уязвимы? Чувствуете ли вы себя вне безопасности? Чувствуете ли вы, что что-то вам неприятно? Чувствуете ли вы, вот, опять же, какой-то негатив? Ну, опять же, например. Вот. Если, 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 если чувствуете, то с этим нужно что-то делать, если чувствуете, то с этим нужно работать. Потому что, ну, я не думаю, что для вас будет новость, если я скажу, что далеко не все люди могут вас видеть такое. Далеко не все люди. Люди хотят вас видеть. Хотят вас видеть такое и так далее. Вот это вот момент, как мне кажется, достаточно серьезный. А, так-то ну так, но стрессоустойчивости на деле не так много, как хотелось бы. Ну, что такое стрессоустойчивость? Да, вот опять же, что вы вкладываете в это понятие и хотели бы вы узнать, как это вообще выглядит с точки зрения психологии. С точки зрения психологии это выглядит как проживание. То есть не борьба, не обесценивание, а именно проживание, выражение и, соответственно, более быстрое освобождение от чувств. Дальше, в бытовых ситуациях я достаточно спокойно решал вопросы, строю отношения с близкими, а все отмена, стресс и напряжение, умею сбрасывать, не портя жизнь другим. Но за рулем у меня все, что не успело пережить, просто всплывает и электролирует меня. Ну, смотрите, есть ощущение, что вы вообще то ли боитесь, то ли не умеете быть слабым. Есть такое ощущение. Соответственно, здесь можно и нужно учиться быть слабым. Вот. Позволяет себе быть слабым, учиться быть слабым и так далее. Очень может быть, вот такой расклад, очень может быть, что кому-то не понравится, что вы себя так ведете. Но вот это ощущение, что вы не можете позволить себе быть слабым, оно, к сожалению, достаточно сильно. Если вы не хотите быть слабым, то стрессоустойчивость у вас будет понижаться дальше. Потому что всё, что вы описываете, это похоже на контроль. Я в напряжении, туплю, не могу остановиться. Это нормально, сознание пытается отключиться, уходит от давления. Если в один день копаю урок всё гладко, то перед следующим занятием накануне может вынести его начальник или ребёнок заболел, или всё вместе. И если я не успел это переварить, а что значит переварить? Что это значит? Сами вы это делаете или с кем-то. То инструктор по вождению меня уже не узнаёт. Вот что значит вас уже не узнаёт? То есть вы ведёте себя по-другому или катаетесь по-другому? Ещё раз уточню, я не исторический, я люблю водить машину. Ну вот тут вот вы пытаетесь как бы оправдаться, да, и показать, что вы там хорошие и так далее. В моей жизни было много экзаменов и соревнований, но пробираюсь всё за рулём. Ставлю меня чем-то особенно сложно, не знаю, как эти нервы выключат. Ну, экзамены и соревнования, когда у вас есть дом, в широком смысле слова, это одно. Когда у вас дома нет, в широком смысле слова, это другое. На мой взгляд, вы требуете от себя быть идеалами. С этим можно и нужно поработать. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.